так всем привет друзья у меня к сожалению не получилось никак по-другому выходить в эфир поэтому решила сделать это в машине тем более многие из вас это любят особенно привет кто смотреть будет запись меня зовут оля ермилова я обучаю людей как с помощью изменения своего мышления научиться управлять своей реальностью вот такие вот интересные истории и пока вы все включаетесь я надеюсь что у вас включится побольше ссори за не очень удобное время но тем не менее мне сегодня хочется с вами поговорить во первых такое знаете весеннее абсолютно состояние настроения наконец-то в киеве тепло стало во вторых в преддверии наверное отъезда такого отпуска потому что уже давно никуда не выезжала и честно говоря немножечко уже хочется перегруза грузится много всего сделано ну и вот самое важное то зачем я наблюдаю его юльчик привет знаете сегодня хочу поговорить про вас про вас еще раз про вас потому что в большинстве своем когда ко мне обращаются особенно в личной работе на консультациях да и вообще когда мы в чатах разговариваем с девочками подниматься какие-то темы на марафоне там рерайтер жизни или еще где-то все время всплывает история того что мы не удовлетворены другими людьми или не удовлетворены тем что происходит в нашей жизни совершенно не понимая что первопричинным источником всего являемся мы кстати пока я не забыла скажу в начале эфира что сейчас вы можете вписаться в бесплатно в тренинг взлом реальности офигенный продукт которые стартуют у нас 25 числа чатик уже заработал если вы не знаете как это сделать напишите мне в директ слово взлом и я пришлю вам ссылочку просто сразу же это проговорю пока не забыла и так почему я хочу вернуться к вам ну знаете сейчас много я наблюдаю много моих знакомых вообще много людей до занимается темой там отношений на стали волновать отношения с другими людьми на стала волновать отношения с партнерами да почему он себя так ведет почему я так себя веду мы стали выворачивать наизнанку свою сексуальную жизнь вообще вопросов секса да как мы к этому относимся хотим ли мы своих партнеров кто те люди с которыми мы спим нормально ли когда у тебя секс раз в год от этого не хочешь дали нормально когда ты хочешь другого мы стали говорить обо всем это круто это вообще очень классно но глобальной проблемой остается то что нам нравится обсуждать других нам нравится искать проблемы в других нам нравится даже такая знаете терапия в контексте он и она да там я и он например но мы при этом совершенно не знаем что делать с собой то есть у большинства людей по прежнему отсутствует полное понимание того кто я сегодня чего я вообще хочу что для меня в жизни главное я вообще чего хочу с кем я хочу быть извините какой я хочу секс кем я хочу работать как я хочу проводить свое время понимание себя самого во всех этих вопросах не просто выйти и озвучить это кому-то а вообще самим собой поговорить на эту тему вот если бы я мог прожить свою жизнь так как бы я хотел как бы это было и вот здесь начинают влазить огромное количество моментов потому что ты понятия не имеешь ничего ты хочешь не как ты хочешь у тебя есть миллиард разных убеждений программ в контексте того почему ты не можешь этого получить и кто в этом виноват и вот я вам хочу сказать что я такие вещи замечаю регулярно практически у каждого человека и я вижу как огромное количество людей просто находится в таком большом вселенском сне что такое вселенский сон в моем понимании это когда вы каждый день просыпаетесь когда вы делаете какие-то вещи на автоматике да то есть вы проживаете свою жизнь просто делая какие-то действия которым вы привыкли но вопрос про самого себя вопрос про свои желания вопрос про то какой бы могла моя жизнь быть какой бы я хотела ее видеть у нас на все это знаете что есть сериалы все кто хочет пожить как-то красиво все переносятся в сериалы и живут этими сериалами это могут быть сериалы как в буквальном смысле так и сериалы которые находятся в инстаграме до в социальных сетях или там еще где-то когда мы следим за чужими жизнями при этом полностью открещиваясь от своей и вот знаете это как раз то на чем я сегодня хотела бы чтобы вы задумались а почему вы это делаете я вообще обожаю комментарии и обожаю людей которые говорят мне что говорить это так и на всякий случай я кстати юльчик не сказала бы что сериала это потеря времени я я сегодня подняла stories вопрос сериала секс жизнь или жизни секс и вы знаете когда начала первый раз смотреть этот сериал ну не то чтобы начала смотреть иногда бывают такие моменты когда я устаю и я понимаю что знаете вот уже контент какой-то умный в голову не входит но как бы сильно тупой я не могу смотреть и ты пытаешься там что-то на нетфликсе или где-то найти какой-то значит фильм я этот сериал секс и жизнь несколько раз пыталась включить и видела тут же какой-то трах и понимала что ну как бы наверное это не совсем то ну что мне сейчас хочется посмотреть но как-то случилось так что я его включила он как-то был на фончике я вдруг увидела что там ну не только секс и трах да то есть что-то начало вырисовываться и вы знаете я хочу вам сказать что как по мне это потрясающий сериал ну во первых потому что они его очень красиво нет не во первых они его классно сняли супер но там такая глубина там такая история женщины возможно потому что это сродни моему возрасту и моим жизненным этапам возможно поэтому мне это так откликается но он очень честный те вещи которые она проговаривает там междометиями да всякими это безумно честно про жизни женщины которая проживает разные этапы и в разные периоды у нее есть разные ценности но она в какой-то момент не закрывает себя что все теперь значит я получила какую-то идеальную картинку и теперь так будет потому что я уже не имею права ее испортить а она вдруг задает себе вопрос а чего я блять хочу а хочу ли я жить с этим идеальным мужчиной хотя он реально прям супер идеальный да у меня есть идеальный дом идеальный муж все классному муж выглядит как кен да то есть он сексуальный привлекательный мы даже не можем сказать о том что он старый там или там не знаю тупой ну какой-нибудь мы говорим про сериал секс и жизнь и история потрясающая потому что она про честность до 2 сезончик немножко уводит нас такое американский конец но в принципе почему бы и нет такое тоже может быть и вот вы знаете я честно вам скажу мне очень откликалась то что она рассказывала потому что это было душераздирающие но учитывая что я прожила очень похожую историю в своей жизни я могу сказать что это очень сильно самое крутое что мы делаем в своей жизни и самое страшное для нас это то когда мы перестаем себе врать когда какой бы ни была наша жизнь хуёвенькой простите или мега супер о вой для других ты вдруг понимаешь что тебя это не вставляет что ты в этом глубоко несчастье я очень хорошо помню как я стояла в своей ванной за безумные деньги в своей безумной квартире и вдруг понимала что я не хочу выходить из ванной потому что мне сейчас плохо и мне еще хуже от того когда я начинаю хотя бы чуть-чуть разрешать себе думать о причине потому что я понимаю что если я начну действовать так как мне как мне вот ощущается я нахрен разрушу кучу жизней и вот это чувство вины которая на тебя наваливается и вот это ощущение что ты обязательно разрушишь а не подаришь людям возможности тоже быть счастливыми она на самом деле очень-очень сильная но я понимаю что не каждый человек отважится совершить в своей жизни перевороты но я как бы для всех и не вещаю я знаю что меня регулярно смотрят те люди для которых мои эфиры оказываются вы знаете тем что доктор прописал поэтому я вам об этом рассказываю вполне возможно что сейчас не у всех откликнется то о чем я говорю но я прежде всего говорю о том что если вы чувствуете что в вашей жизни происходит что-то не так задайте себе один вопрос а когда я буду готов или готова начать смотреть не то чтобы правде в глаза а начать смотреть на себя честно когда буду готова хотя бы начать перестать себе врать пусть не полностью но хотя бы начинать и честно смотря на всю жизнь которую я уже построила посмотреть и сказать а что меня в этом не устраивает или точнее а как бы я вообще хотела как бы я вообще хотела и это мега классная штука ко мне на марафоны на рерайтер жизни на взлом реальности я же регулярно читаю ваши посты знакомства я вижу что приходят люди как раз какие-то периоды когда они ощущают что что-то с ними не так кто-то ощущает это очень конкретно но зачастую человек не понимает это узнаете у него что чешется он не понимает что у него чешется но он вот из-за вот этой чесотки начинает как-то ерзать совершать какие-то другие действия дело в том что пока мы с вами совершаем какие-то привычные нам действия мы же ничего не можем поменять пока мы улыбаемся и говорим что все хорошо там я совсем справлюсь все будет хорошо это не лечит понимаете это не излечивает и только когда мы начинаем делать какие-то действия новые для нас пусть даже не осознанные то есть мы не до конца понимаем что мы делаем но мы чет понимаем что мы начинаем действовать по-другому да вот как-то нас начинает внутренне выкручивать это уже такие первые шажочки к тому что мы можем начать с этим разбираться понимаете можно бесконечно говорить своему партнеру что мне с тобой не очень хорошо ты не знаю ты не такой со мной в сексе а ты неправильно со мной себя ведешь ты не понимаешь чего хочу ты у нас с тобой разные амбиции я бы хотела чтобы ты уделял мне больше внимания я бы хотела чтобы ты больше зарабатывал я вот мы можем говорить бесконечно об этом то что нам не нравится но знаете в чем проблема проблема в том что мы вообще не понимаем что нам нравится ну вот не понимаем ну вот если вы этим над этим не начали работать то вы и не поймете что именно вам необходимо и вот вы знаете я недавно пересоздала перезаписала вот первый поток сейчас заканчивается своего ключевого нового марафона рерайтер жизни я его построила как раз на том чтобы мы там пишем книгу о жизни своей мечты я думаю что многие уже из вас это знают но я решила мечту схлопнуть потому что раньше мы писали книгу о жизни мечты которую мы хотим получить то есть для того чтобы вообще понять чего я хочу а сейчас мы схлопнулись по времени какую жизнь в какую жизнь я хочу перейти через полгода то есть что я хочу получить через полгода почему во-первых полгода это такой период когда мы мы можем мыслить да он у нас помещается в голове когда вы ставите себе какие-то запредельные цели или вообще говорить я хочу чтобы все было хорошо хочу быть богатым хочу быть это ни о чем а когда у нас есть полгода это такая некая ответственность перед собой что я не просто этого хочу но я должен быть готов предпринимать какие-то действия чтобы за этот срок достигнуть чего-то и вот это очень интересно потому что когда мы начинаем распутывать свои желания мы сразу же начинаем видеть очень много вещей которые нам сегодня ну кардинально не дают этого делать что для того чтобы мы это сделали нам необходимо изменить свои убеждения свои привычки нам необходимо правдиво посмотреть на то что у нас есть и от очень многих вещей отказаться раньше я помню там моя мама бабушки они всегда очень боялись что-то выбрасывать помните такое может быть и вы относитесь я сейчас стою как раз тут балкон передо мной все складировали на балконах еще где-то никто ничего не выбрасывал можно было найти свои там туфли когда вы были маленькие вашу старую куклу которой откручена голова какой-то старый чайник люди ничего не выбрасывали потому что у них был вот этот эффект голодного детства да там советского союза когда ничего не было и вот у многих в жизни происходит такая же история люди и наше поколение нам это передалось мы очень сильно боимся избавляться от ненужного даже если это ненужные люди ненужные отношения ненужные убеждения нелюбимая работа мы ко всему прирастаем и находим себе миллион причин для того чтобы от этого никак не избавиться мари ну классно когда есть такая привычка да вот сразу новая привычка которая выбрасывать все ненужное но тут кстати тоже знаете есть такой момент иногда надо разбираться потому что иногда это тоже момент избавляться от всего я когда-то прокачивала в себе такой навык ни за что не держаться знаете к чему это привело но я думаю что меня не останется ни одного друга потому что в любой ситуации в которой другие люди вели себя не так как бы мне было комфортно я отказывалась от человека я говорил ну все ты мне не подходишь мы с тобой не можем там дружить помните есть такой яролаж когда там стоит ребенок мальчик такой раздетый там до трусов и папа с мамой там его осматривают потом он одевается они говорят ну все ты можешь дружить с нашей дашенькой вот я точно так же помню как я в какой-то момент поняла что я каждого человека все что со мной происходит жизни начала очень жестко оценивать и вдруг поняла что оказывается что я такая совершенная видимо в своих собственных глазах что ну я слишком хороша да для всех остальных то есть мне больше никто не подходит и избавляюсь абсолютно от всего тут тоже как бы момент нужно так отсматривать тебе так в отношениях долго терплю не хочется обидеть и рубануть человека родители мы до сих пор складируют да а вот вы знаете в отношениях ну скажем так на самом деле нету такого правила когда нужно что-то рубить когда нужно что-то выбрасывать это не история про правило чем четче и лучше мы себя понимаем тем лучше тем скажем так нам проще с вами жить вот я хочу чтобы вы понимали что ключевая ценность вашей жизни это вы сами это не ваши дети это не ваши партнеры это не ваши родители это вы сами чем больше и лучше вы понимаете кто вы чего вы хотите как вам это получить как вы готовы действовать тем больше ресурса энергии вы в себе этого ощущаете чем больше у вас ресурса энергии ну тем более классный вы человек потому что когда вы наполнены когда вы понимаете себя чем больше вы здоровы я бы так сказала да то есть в таком состоянии во первых тем больше пользы вы можете принести этому миру это нужно понимать во всех по его проявлениях во вторых у нас же смотрите какая есть очень интересная штука когда мы с вами страдаем несчастны в отношениях в деньгах в реализации нам не нравится как мы выглядим что мы делаем мы начинаем нападать на тех людей которые нас окружают на самых близких мы начинаем на них отыгрываться страдают наши близкие люди страдание как и счастье это вопрос выбора и хочу чтобы вы это понимали я вчера задала такой вопрос что такое для вас счастье я вам хочу сказать что счастье это ощущение в процессе счастье это как соль или сахар это приправа которую вы можете добавлять абсолютно к любому блюду потому что например вы выигрываете соревнования и занимаете второе место и вы добавляете приправу счастье потому что вы так счастливы вы на втором месте вы просто в вафиге а стоит другой человек он занимает второе место он рыдает он добавляет приправу страданий он горит я не хочу второе место хочу первое как я мог отдать первое место и вот вроде бы одно и то же а люди по-разному к этому относятся так вот я хочу чтобы вы помнили но если вы со мной знакомые чуточку больше то вы знаете уже много законов о которых я рассказываю да у нас есть закон притяжения или закон зеркала звучит очень просто что то что мы с вами ощущаем то мы и получаем да если про зеркало то что мы в зеркало транслируем то мы получаем и когда вы постоянно находитесь в состоянии страдания и неудовлетворенности когда вы обвиняете других людей то вы это же и получаете о состоянии счастья речи не идет у человека есть такое очень интересное свойство мы очень любим усложнять нашу жизнь вот а усложняет обесценивать вот то есть причина почему большинство людей бедная только одна людям нравится быть бедными нравится быть страдальцами то есть им нравится находить в этом свой кайф потому что если бы вы решили разбогатеть и на самом деле бы захотели это вот я вам точно скажу что у вас бы это получилось потому что я бы вас точно этому научила но я могу рассказать вам все что угодно но делать приходится вам вот кстати знаете такая интересная особенность которая наблюдаю в личной работе есть такая категория людей которые очень не любят платить за личные консультации но при этом очень сильно хотят значит там что-то узнать и я замечала такую интересную вещь что когда ты человеку бесплатно даешь какую-то информацию он кивает головой но ничего не делает то есть для него это не представляет ровным счетом никакой ценности у него даже звучит такое некое разочарование в его нутках но это понятно вы должны понять одну простую штуку что действие 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 она на самом деле решает и вы можете знать все что угодно но если вы не будете делать у вас ничего не получится и вот самые простые вещи которые казалось бы нужно делать это касается самодисциплины то например когда вам просто нужно составлять себе план когда вам нужно делать себе какую-то стратегию когда вам нужно каждый день выполнять набор действий оказывается для большинства людей самым сложным потому что ваш мозг к этому не готов потому что ваш мозг лентяй он привык таким быть и для того чтобы это исправить нужно начинать с воспитания вашего мозга воспитывать ваш мозг необходимо вам а почему лучше получается воспитывать мозг когда ты кому-то отдаешь деньги потому что вы как знаете как-то мать которая отдала денег за школу до частную дорогую для своего чада и вы теперь свое чадо начинаете контролировать потому что когда он учился в бесплатной школе ну вы так типа забивали там ну подумаешь а когда вы начали отдавать за это деньги это я про себя тоже кстати рассказываю вы начинаете контролировать своего ребенка учителей что там и как происходит потому что у вас уже появляется определенная ценность этих действий точно так же и у нас когда мы с вами платим деньги мы относимся к этому серьезно у меня не было никого кто бы пришел ко мне на личную работу без блокнота и ручки ни одного человека но когда я например разговариваю с человеком там со своим знакомым дали приятелем и даю ему ценную информацию никто из них никогда не достал ручку и блокнот и это важно понимать часто люди приходят например вот как я выбираю данную индивидуальную работу человек приходит и говорит вот я так вот это хочу сделать и вот это хочу сделать и вот это я смотрю и задаю вопрос а делать ты готов потому что как бы там не крути чтобы я тебе не говорила как бы я тебя не мотивировала но если ты сам не готов к действию если ты сам не готов со своим мозгом договариваться и программировать его у вас ничего не получится вы должны это прекрасно понимать что чудес в контексте того чтобы получить что-либо просто так не случается чудес в мире полно но вам придется для этого протягивать ручки и шевелить пальчиками иначе мало что может сложиться так куда платить прошла проект про деньги и рерайтер это лучше перепрошивать и мышление спасибо большое спасибо большое мне очень приятно что я здесь так сейчас я прокручиваю просто ваши сообщения о пока не упал что чтобы никуда не деться мне знаете всегда было интересно когда мне называли мотиватором потому что ну наверное мотивация это как процесс счастья это знаете такая приправа ну но приправа 1 но люди продают одну из соли сахар для меня например это очень мало я всегда стараюсь дать причинно-следственную связь и объяснить так как устроен этот мир для того чтобы вы это могли осознать рассказать с помощью каких упражнений с и конкретных действий вы можете чего бы то ни было достичь то есть это очень очень важный нюанс вот например в марафонах мы всегда работаем совместно у нас есть четкие цели и задачи и я как мне кажется достаточно конкретно и очень на простом языке объясняю что необходимо делать каким образом нам с вами с одной линии жизни на которой мы находимся сегодня перейти на другую вот вы должны понимать что в нашей жизни есть абсолютно все позвонил телефон я надеюсь что он нас не перебил слышно меня скажите пожалуйста надо знать что меня слышно потому что иногда выключается звук после звонка инстаграм ненавижу такие события не человека людей все прекрасно хорошо я конечно естественно сбилась чего говорила про людей про то как люди по-разному работают я не помню давайте напоминаете о чем мы говорили с вами вот видите как бывают события которые тебя этот откуда-то выбивать я вам что-то хотела интересненько вот рассказать вот знаете бывает давайте задавайте пожалуйста тон у меня есть вот это замечательное качество которое недостаточно недавно в себя вселила слушайте ну как она работает поскольку информация вокруг меня очень много я себя научила до про мотивацию точно если бы научила не брать лишнего в голову не знаете каждый период времени на чем-то сосредотачиваться вы не поверите я просто могу в моменте сосредоточиться в следующем вообще не помните чем я говорила или там с кем я говорила просто офигеть а про мотивацию я говорила о том что мотивация это является приправой до является как бы приправой и для меня крайне важно приправу это всегда добавлять то есть мне всегда очень нравится когда люди после меня поднимаются до таким духом но вы должны понимать что мотивация это приправа то есть вы поели солененького запили водичкой и вас попустила важно чтобы была суть под приправой спасибо вот видео я вижу что меня внимательно слушайте в этом мире у нас действительно есть абсолютно все и мы с вами можем переходить на разные линии каким образом мы с вами путешествуем по линиям жизни и вы уже это делали на самом деле вы же были жили какой-то совсем другой жизнью потом перебрались на какую-то другую жизнь каждый из нас может вспомнить и это называем микро жизни как это происходит это происходит через наше мышление мышление это не история про то когда я взял и подумал иначе нет мышление это как знаете как тренировки в зале то есть когда вы регулярно тренируетесь ваше тело становится выносливее и вы переходите вы начинаете там иначе выглядеть и иметь возможность делать другие нагрузки то же самое с мозгом например мы находимся в такой плоскости того что я могу себе позволить не знаю там ездить на такси я зарабатываю месяц там 2000 долларов я живу в такой-то квартире и у меня может быть такой-то мужчина это моя картина мира моя парадигма и вот в какой-то момент вы наслушались олю и вдруг решаете что вы хотите ездить не на такси а на собственном автомобиле что вы хотите жить не в этом районе или не в этом городе а вот здесь что вы больше не хотите встречаться с этим мужчиной хотите совсем другие отношения в которых бы вы себя чувствовали иначе и так далее и и вот сюда мы начинаем в эту сторону мы начинаем работать что мне необходимо изменить прежде всего в своей голове для того чтобы я перешел на эту линию жизни вот если говорить про меня то я в принципе занимаюсь вот этим я объясняю как гулять по этим линиям жизни и это просто невероятный момент и если вернуться к сериалу с которого мы с вами начинали то это как раз история про то что когда я выбираю для себя новый какие-то называю новую ступеньку ценностей например когда я выбираю что для меня сейчас на первом месте важно быть не супер матерью а супер олей я себя спрашиваю что для меня значит быть супер олей для меня супер олей значит быть там я не знаю что-то да не хочу сейчас транслировать что на самом деле для меня быть супер олей и у меня это выходит на первое место в мою сторону приоритетов я начинаю думать уже как это супер оля понимаете что мы с вами примеряя разные для себя образы мы будем думать иначе и действовать иначе что помогаю делать я вот например в личной работе знаете с чем я сталкиваюсь ко мне на личную работу всегда приходят очень крутые девушки очень крутые но почти каждая в тот момент когда ко мне приходит супер низкой самооценкой супер низкой самооценкой это выясняется в процессе супер неуверенно супер растерянно очень часто со странным мужчиной значит звучит на конце звучит не очень конечно и а абсолютно в растерянном состоянии и я вижу перед собой супер женщину которая абсолютно потеряна и не понимает что происходит когда ты слушаешь ее историю и смотришь на нее ты вообще сначала не можешь понять в чем ее проблема но затем ты понимаешь что знаете это как цветок которого лишили воды человек который настолько сильно истощен внутри которого вместо того чтобы напитывать и поддерживать другие люди с него только берут и истощают потому что сильных энергетических людей очень часто подтаскивают с них энергию другие люди а такие люди очень часто добрые по отношению к своим и вот я это наблюдаю очень четко и как раз вот здесь вера мотивация напоминание включение мозга в нужных направлениях показывание границ которые ты расширяешь для другого человека ведь каждый из нас с вами постоянно свои границы сужает каждый видит свой мир как маленькую свою коробочку и проблему у меня тут проблемы с деньгами тут с партнером тут мне это не разрешают тут я не знаю как сделать и вы сидите и как будто бы ваш мир это вот мой автомобиль вы забываете что мир безграничен что ваши желания и возможности также могут быть безграничными и что только вы сами запираете себя в маленькую коробочку в которой вы находитесь и вам кажется что наступил пиздец хотя он не наступил на хотя он не наступил так видела какие-то вопросы сейчас хочу посмотреть если я не знаю как думает или должен думать тот человек которую бы я хотела перевоплотиться я не знаю какой то человек как он живет чем дышит вот дашь дашь сначала отправляемся на взлом реальности это бесплатно да и три дня там варимся отвечаем на все вопросы вот это называется дашь совсем загнала себя вот то чем я говорила в начале я вообще блять не знаю никто и ничего хочу скажем так это такая знаете не очень классная ситуация но круто что вы сейчас это понимаете и вы начинаете задаваться этим вопросом я хочу чтобы вы понимали в жизни нету неизлечимых ситуаций вот какая бысть в вашей жизни как он из этих пиздос не был это тоже лечится и мало того вы можете из этого выйти очень быстро за пару месяцев вы можете выйти из этой коробки но только при условии что вы начнете искать выход приходите во взлом реальности напишите просто мне в директ слова взлом я вам пришлю ссылочку бесплатно поваритесь посмотрите что я говорю почитайте включите перенастройтесь мы обычно заходим в такую коробку тогда когда у нас такая знаете некая информационный какой-то вакуум мы очень часто попадаем информационный вакуум что такое информационный вакуум это когда все люди говорят на какие-то определенные темы и у нас складывается впечатление про мир что он только такой что вот 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 все мы не видим больше ничего почему классно вот говорят про путешествия да что путешествие всегда одухотворяю да и все предприниматели стараются часто путешествовать потому что это расширяет твои границы ты видишь как люди делают бизнес все рестораторы ездят по всем там ресторанам пробуют учатся ходят на обучение часто горячу вы ходите на обучение вы типа что недостаточно умная обучение это не про то чтобы быть умнее это про то чтобы напитываться насматриваться про то чтобы своему мозгу давать классную пищу чтобы вместо очередного мусора который ты туда вгоняешь дали прокручиваешь ленту новостей или слушаешь какой-то дурацкий контент совершенно никакого никому не нужный ты слушаешь какую-то классную информацию на темы которые тебя расширяют на темы которые позволяют тебе посмотреть на свой мир на себя несколько иначе приучайте себя слушать классные интервью успешных людей даже если вы не планируете себе бизнес слушайте интересные истории про то как что-то создается открывается читаете интересные биографии развивайте свой мозг давайте ему классную пищу это очень важно понимаете я часто ну вот я все время себе стараюсь иметь книги которые я могу читать интересные у меня всегда есть телефоне а несколько книг которые я параллельно читаю такая знать это классная пища которая меня все время прогревает которая все время что-то создает нужно что-то с собой делать если вы такую пищу себе подбрасываете какой-то момент вас куда-то вывернет вы начнете притягивать каких-то людей какие-то курсы какие-то не бойтесь обучайтесь инвестируйте в себя развивайтесь пусть что-то вам не зайдет но зато что-то обязательно зайдет что-то у вас не получится что-то обязательно получится ваша задача находиться в ресурсе искать пробовать они просто сидеть и говорить я не знаю кто я если вы не будете этого искать в это не найдете сейчас отправляйтесь во взлом реальности пожалуйста вам туда взлом реальности очень классная штука еще раз я решила очень хитро создать офигенный тренинг который можно один раз пройти бесплатно я не пожадничала с не пожмотничала и сделала его очень классным с чек-листами с упражнениями и бесплатно это единственный его минус потому что бесплатно многие люди не доходят и не открывают но если вы понимаете что вы хотите для чего-нибудь сделать со своей жизнью если вы понимаете что вам нужен сейчас какой-то шанс какая-то встряска какие-то ответы на свои вопросы приходите и просто поюзайте три дня то вы сможете поделать упражнение не 30 дней не три месяца хотя бы три дня чуть-чуть себя поломать что-то сделать новое посмотреть на свою жизнь со стороны понимаете потому что мы часто смотрим на свою жизнь и нам кажется что она такая есть и ничего с этим делать нельзя я таким родился и таким умру это не правда это неправда вы можете быть вообще другим кардинально другим и даже можете понять каким вы хотите быть но над этим надо немножко поработать поэтому пишите в директ взлом я вам пришлю если вы туда не дошли так за успешным успехом и масками в instagram ты уже забываешь какой-то самый чего-то хочешь я вам скажу так мы живем в очень непростое время до во первых огромное количество многозадачности во вторых огромное количество ресурсов в третьих куча людей один успешней другого один врет больше другого мир разный поэтому в таком во всем многообразии важно сосредоточиться на себе я когда за всем наблюдаю иногда у меня кажется что у меня просто разорвется голова поэтому я себе говорю так я очень счастлива что во всем мире все прям сильно хорошо но сейчас оля мы возвращаемся к тебе кто ты чего ты хочешь у меня прописаны целые книги и сценарии своей жизни и что прямо сейчас мы сможем с тобой сделать для того чтобы приблизиться к твоей жизни когда мы начинаем заниматься ментальными практиками когда мы начинаем сосредотачиваться и знать чего мы хотим когда мы увлекаемся собственной жизнью собственными личными отношениями собственными желаниями жить становится гораздо интересней да нас все время сейчас жизнь штормит вселенная штормит сейчас ну эту тему поднимать вообще вы же видите что происходит вокруг войны и перевороты землетрясения но при всем при этом мы можем создавать и соблюдать свой собственный сценарий по крайней мере до тех пор пока мы живем это очень интересно когда с одной стороны тебе кажется что-то ничем не управляешь а с другой когда ты начинаешь учиться управлять ты вдруг видишь что вселенная как будто бы вокруг тебя становится все ситуации и события начинают разворачиваться наилучшим для тебя образом это фантастический момент кто-то называет это состоянием потока неважно как вы должны понять что вы можете научиться управлять своей реальностью что вы можете научиться создавать свою жизнь по собственному выбору что каждый день вы можете проживать состояние счастья что вы можете богатеть что вы можете строить крутые отношения что вы можете открывать мир совсем не с тех сторон с которых вы привыкли видеть вы можете сделать его гораздо шире и эти возможности но они просто потрясающие и все что нужно сделать для того чтобы это их увидеть это начать смотреть в их сторону понимаете начать их искать ведь если я вам сейчас скажу видите ли вы где-то белую машину вы ее сможете увидеть только если будете искать так вы мне скажете нет я прямо сейчас не вижу белой машины но если я вам дам такую задачу то вы будете ее видеть точно так же со всеми остальными вопросами обстоят дела в нашей жизни что кажется если кажется что уже поздно в 35 лет что делать я такие вопросы слышу от людей в разном возрасте 60 70 80 клянусь вам у меня есть тетечка женщина прекрасная тетечка наверно не очень корректно и 80 лет она у меня проходила рерайтер невероятная потрясающая за 70 у меня было много людей мне кажется что наверное наступает какой-то возраст которым знаете которым все открывается во первых очень смешно что в 35 вам что-то кажется нет в этом году 40 лет а цифра которая совершенно не умещается в лифе голове от слова совсем потому что для меня как для ребенка я себя ощущаю ребенком 40 лет это какая-то сильная глубокая старость но я понимаю что это всего лишь вопрос цифр вот я это уже очень сильно понимаю ну представьте себе что вы проживете сто лет получается что сейчас где-то у вас треть жизни и вы две трети собираетесь что делать ждать пенсии ну жизнь это про игру это про сегодня я честно говоря с никогда не понимаю этих вопросов вот знаете когда бомбанула война в некотором смысле я обрадовалась потому что такого вкуса жизни как сейчас я у людей не наблюдала никогда люди перестали откладывать вообще ну я сама приехала и купила собаку понимаете это вообще о чем говорит о своим детям клялась что никогда в жизни собаки не будет ну по крайней мере пока они живут со мной ну не знаю там я там сделала в своей жизни радикальные решения потому что я поняла что когда как не сейчас когда как не сейчас сейчас у меня еще так много всего в жизни впереди вот зачем ждать чего-то поэтому ну это вопрос вашего выбора вопрос ваших убеждений если для вас 35 поздно и уже старость ну не знаю купите себе палочку вот купите кота старого и сидите ждите чего-то там еще 50 лет реально еще изменить свое мышление не знаю какой теканет люди ну в любом возрасте реально изменить все в любом возрасте на чем вы говорите вот я прожила с моим прекрасным супругом 14 лет в этом году 15 15 мы уже не дожили вместе сергей старше мне на 20 лет ему 60 лет в этом году прекрасный молодой мужчина накачанный каждый день занимается спортом сильный энергичный мы с ним вот сейчас каждый день мы по бизнесу штормим ну мозгу можно позавидовать о чем вы говорите кто вам сказал что у вас что цифры возраст имеет какое-то значение к вашей жизни о чем вы говорите если вам не нравится как вы выглядите так пойдите поднимите жопы начните качать ставьте стройными красивыми я никогда такой стройные красивые не было в 20 как сейчас например да то есть в чем где это же в вашей голове эти цифры вам кажутся какими-то такими серёжа он 18 летнюю девочку хочет себе найти вот пожить поэтому о чем вы говорите ребят ну в любом возрасте все можно менять прекращайте вот эти вот старперские какие-то замашки 35 50 я вас умоляю так мне 42 я все еще 18 лет ну вот у меня с детьми договор только один мне 21 и все у меня в другого тоже возраста нету так жизнь про игру про сегодня да это классно вы из украины так я из украины мне в этом году будет 40 во отлично жизнь только начинается во так алина видите мы подружки а на самом деле да про возраст можно говорить много но мне кажется знаете это какая-то такая тоже отмазка это какое-то некое такое убеждение потому что 20 в 20 лет ты еще как бы дурочка в 30 лет ты ну типа уже типа зрелая но еще не до конца а в 40 ты уже старая но нет как по мне это я козь дурня я козь дурня я с этим не согласна чем вы займаетесь наталья вы можете перейти до могу профилю и подавиться чем я занимаюсь знаете я обожаю вот эту нашу непосредственность у нас сидит в эфире 100 человек и сейчас мы наталья начнем рассказывать тут у нас будет этот разговорчик такой я на самом деле знаете всегда завидую вот этим людям и всегда вам говорю почему вы не супер богатые вот имея такую классную непосредственность вы должны добиваться всех высот мне например в жизни всегда не просто потому что у меня всегда есть некие ограничения какие-то такие знаете там как можно как нельзя как прилично как неприлично вот а очень многие люди их не имеют вот это прекрасно хорошо друзья я буду заканчивать на этом наш эфир я надеюсь что нам было интересно а я вас жду всех во взломе реальности там продолжим общение напоминаю что это бесплатный тренинг который вы можете пройти он мега классный чтобы него попасть напишите слово взлом мне в директ и мы пришлем вам ссылочку все обнимаю люблю целую пух